Престольный праздник отметил Успенский Жировический монастырь. Уже больше пяти веков святая обитель является оплотом православия на белорусских землях. А все началось с явления маленькой чудотворной иконы Божией Матери, которая сегодня входит в сотню самых почитаемых святынь православного мира. История духовного центра в местечке Жировичи началась более полутысячи лет назад с чудо-явления иконы Божией Матери. Образ Богородицы был обнаружен пастухами в кроне, произраставшей в лесу над ручьем Дикой Груши. Случилось это близ села Жировичи. Отсюда и название святыни и самого монастыря, в главном храме которого и состоялась соборная молитва. Други брата, любви укрепи и от беды сбави. Запрети раздирающему омрачению умов, ошесточению сердец, рису твою, я же церковь Бога Живаго. В день Успения Богородицы патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин и архиепископ Новогрудский и Слонимский Гури совершили божественную литургию. Нам не ведом божественный промысел, но некоторые исследователи священного писания, история церкви высказывают мысль о том, что возможно потому Господь и продлил земную жизнь Пресвятой Богородицы, чтобы ближайшие ученики Спасителя, христиане первого века, чтобы они укрепились в вере и благочестии, взирая на Пречистую Деву Марию. Архитектурный комплекс Жировичского монастыря включает пять храмов, колокольную и здание семинарии. Свято-Успенский собор – главный храм, расположенный в центре комплекса. Величественное строение, в архитектуре которого можно рассмотреть черты барокко, классицизма и рококо. Его возведение началось в 1613 году и было завершено уже во второй половине 18 века. Пресвятая Богородица, покровительница всей святой обители и тех, кто несет здесь свое послушание, также и Минской духовной семинарии и всех, кто с верой сюда притекает. Пусть же молитвы Божьей Матери вдохновляют нас на все доброе и полезное. Ее образ, который сегодня мы вспоминаем и последние дни земной жизни побуждает нас к тому, чтобы и нам правильным, надлежащим образом готовиться к завершению своей жизни и каждый день проводить внимательно, дитяно, подражание Пресвотой Деве Марии. Жировичский монастырь на протяжении истории переживал разные времена. Он был православным и униадским, разрушался и восстанавливался, подвергался забвению и вновь возвращался к жизни, но никогда не переставал служить пристанищем для паломников. Радуйся грешникам, споручнице во спасение, радуйся христианам, царица и побозья надежда небесного царствия. По окончании Божественной Литургии состоялся традиционный крестный ход с плащаницей Пресвятой Богородицы из Успенского собора к Явленской церкви-монастыря. Это самое старое здание обители. В алтаре под престолом здесь помещен камень, на котором явление жировического образа состоялось во второй раз. Здесь архиереи и священнослужители совершили акафист Успению Божией Матери. Редактор субтитров А.Семкин